В клинику обратился пациент с жалобами на низкое зрение левого глаза в ананнезе удаление травматической катаракты без имплантации интерокулярной линзы. Во избежание последующего наклона подшитой линзы в подобных ситуациях лучше использовать четырехопорные интерокулярные линзы, которые позволяют фиксировать иол в четырехопорных точках. В переднюю камеру имплантируется четырехопорная гидрофобная интерокулярная линза. Иол ротируется под необходимым нам углом. Далее размечаются последующие места выходов фиксационных нитей. В размеченных местах выполняются корнеоцинтезы. В иглу тридцатого калибра предпосылается нить полипропилен 9 нулей. И в трех с половиной миллиметрах от лимбы в заранее отмеченных меридианах выполняется вкол и нить посылается в опорные элементы интерокулярной линзы. Ту же манипуляцию мы выполняем и с противоположной стороны. Таким образом нить проходит через оптические элементы иол и удерживает ее в четырех опорных точках. Иол заправляется в заднюю камеру. Далее интрасклерально и интракорнеально нить проводится и выводится через имеющийся парацинтез. На конце нити формируется фланец. Свободный край нити подтягивается. Ту же манипуляцию мы выполняем с другой стороны. Свободный край нити также предпосылается в иглу и проводится интрасклерально и выводится через парацинтез, придерживая шпателем, чтобы не пройти через вторую губу синтеза. Формируются два дополнительных фланца иол. Центрируются. Фланца заправляются в парацинтезы. Острота зрения при выписке составила 0,4. Спасибо всем за внимание.